Мы сейчас находимся на крыше, где три года назад мы установили вот этот микротик. Его мы вставляем в WAN-порт нашего роутера домашнего. Сюда подводим питание. Довольно удобно, практично и легко монтируется. Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено тем, кто живет в частных домах и кому нужен стабильный и высокоскоростной интернет. И оптический кабель у него нет возможности подключить. Или у вас есть сосед на улице, у которого есть хороший интернет и он готов с вами им поделиться. Тем самым можно экономить на WAN-плате, деля ее на двоих и тому подобное. Расскажу свой опыт, как я подключил интернет в обоих таких случаях. Что нам для этого нужно? В первом варианте, если вы живете в частном секторе и в вашем городе есть многоэтажные дома или в соседнем городе есть многоэтажные дома и там есть нормальный интернет, то можем мы установить вот такой микротик STX 2 или 5. 2 является частота работы его на 2,4 ГГц и 5 это 5 ГГц. С чего он состоит? Сама точка доступа. Корпус у них у всех одинаковый. Бывает даже исполнение сейчас идет в квадратном. Крепление на мачту с державеющим хомутом. Поя инжектор или поя сплиттер. Получается, его мы вставляем в WAN-порт нашего роутера домашнего. Сюда подводим питание. И обязательно должен быть восьмижильный кабель. По четырем жилам идет сигнал и по остальным жилам идет питание для самой точки доступа. Мы сейчас находимся на крыше, где 3 года назад мы установили вот этот микротик STX 5 и подключили к интернету. В этом доме живет мой знакомый. И он нам предоставляет интернет безвозмездно по кабелю. Этот кабель уходит к его домашней Wi-Fi точке доступа. Wi-Fi роутеру. В случае, если у вас нет такого друга, знакомого, то вам придется, конечно, договариваться с местными интернет-провайдерами, которые находятся в этом доме. Идеально лучше договариваться с монтажниками. Потому что, если вы пойдете напрямую к начальству, они из вас кучу денег возьмут. А по факту это будет тоже обычное подключение, как и обычные здесь абоненты. Просто здесь 140 домов, а вы будете 141 домом, квартирой. И те же монтажники вам могут помочь с розеткой, потому что нужна розетка по пое, ну и тому подобное. Дальше. Как его настроить? Мы настроили его на глаз. Приблизительно там у нас находятся две наши точки, которые принимают. Чем точнее вы настроите друг к другу, то тем лучше будет связь и выше скорость. Ну, в принципе, у нас, опять же, здесь 14 этаж. А наша точка доступа находится на уровне третьего этажа. И как бы немножко неровно, по идее, их надо выравнивать. Тогда будет идеальная связь. Но, в принципе, нас устраивает эта скорость. 50 мегабит точка прокачивает. Это хорошо. Еще один такой момент. Это то, что если вы будете подключать интернет напрямую от провайдера, через, с помощью микротика, то нужно купить такую точку доступа с уровнем лицензии четвертой. Потому что тогда она может принимать от провайдера интернет и как обычный роутер раздавать на те точки доступа принимающие, раздавать им свои IP-адреса и тому подобное. Если у вас есть знакомый, друг здесь, в этом доме, то можно сэкономить и купить третий уровень лицензии и тогда подключить точку доступа в режиме моста. Тем самым домашний роутер, который находится в квартире, он уже будет присваивать IP-адреса вашим тем принимающим точкам доступа. А это будет точка доступа транзитом все вещать. Тем самым будет экономия. Итак, мы находимся на объекте, который уже принимает интернет от нашей точки доступа с 15 этажа. Мы изготовили мачту из профильной трубы 30 на 30. В ней вставляется профильная труба 20 на 20, потом 10 на 10. И сверху уже установлена точка доступа микротик, которая принимает сигнал. Закрепили мы на стандартные сантехнические хомуты. Ну, там уже вы сами думаете, как вы можете это сделать. Профильная труба друг с другом соединяется с помощью обычных болтов, просверленные насквозь. И когда вы монтируете, получается, вы достаете сначала 10 на 10, вставляете 20 на 20, просверливаете, вставляете болты, потом поднимаете, потом опять вставляете уже 20 на 20, 30 на 30, просовываете болты и все крепите. Довольно удобно, практично и легко монтируется. Сейчас мы стоим еще на одном таком объекте, где я установил SXT-2, который работает на частоте 2,4, стандартная Wi-Fi частота. И установили его на мачте. А сигнал принимается вот с этого дома. Здесь получается где-то 50 метров, но нет столбов нормальных, и он прям ловит сигнал с домашнего роутера. Не с двух сторон стоят две точки доступа, которые принимает, а просто напрямую принимает интернет с Wi-Fi. И очень хорошо тоже ловит. Итак, кабель у нас заходит с крыши и заходит в данном случае в 10-й порт нашего еще одного микротика. Ну, здесь может стоять обычный ТП-Линк 841, неважно роутер какой. Если обычный будет стоять, то обязательно через пое сплиттер подается питание, сигнал приходит и заходит в порт ВАН. Ну, в данном случае наш микротик сам раздает питание без сплиттера. И это очень удобно. Изначально у нас был Wi-Fi, по Wi-Fi это был основной канал интернета, но сейчас мы подвели себе оптический кабель, и основной интернет у нас идет по оптическому кабелю. Но в случае, если что-то, какая-то авария у провайдера, то наш микротик этот автоматически переключает сигнал, и мы переходим на резервный Wi-Fi сигнал, который нам раздает наш дружбан. Ну и давайте бегло пройдемся по основным настройкам самого микротика. Первое, что нам нужно, это коннектор вставить в разъем, и перед тем, как вставлять, нужно нажать на кнопочку. Загорается светодиод, и потом второй. Когда второй светодиод начинает мигать, это означает, что мы сбросили на заводские настройки наш микротик. Далее, включаем компьютер, запускаем Winbox, его можно скачать на сайте микротика. Заходим в быстрые настройки, выбираем WIPS App. Это настройки, мы настраиваем точку доступа, которая находится на крыше нашего друга. Здесь шифрование NV2, это шифрование самого микротика, ихняя фишка. Это стандартное шифрование. Ну, можно вот это, в принципе, поставить. На данный момент лучше этого я поставлю, чтобы проверить с помощью телефона. Так, выберем частоту. Там страна, там можно Украина, или где вы там живете. Дальше выбираем пароль на нашу точку доступа, чтобы к ней, как и обычный телефон, коннектиться. Здесь выбираем режим роутера, чтобы роутер управлял нашим приемом. Ну, это, короче, удобнее. Дальше интернет мы получаем автоматически от роутера домашнего нашего друга-соседа. Ставим везде галочки. Это IP-адрес нашей точки доступа, как мы можем к ней подключиться в будущем. DHCP-адреса. Сейчас мы нажмем применить, она нам покажет еще раз так. Там ставим 20, и здесь опять же... Это IP-адреса, которые будут уже получать наши другие точки доступа, которые будут коннектиться к основной. Ну, и как в системе будет идентифицироваться наш микротик, там напишем sdx2. Там крыша, я не знаю, как хотите написать. Все, применить. Можем сейчас быстренько проверить и подключиться к нашим телефоном. Все, вот мой телефон подключился. Но, в принципе, это следующая точка доступа, которая также подключается, и мы ее можем контролировать здесь. Следующее, что мы настраиваем. Настраиваем точку доступа, которая будет принимать сигнал. Опять же, также сбрасываем ее, но выбираем режим приема. Это вот соседский какой-то... Это, получается, микротик сканирует сеть, и то, что он сейчас в радиусе ловит. Мы находим нашу сеть, которая раздает интернет. И к ней, получается, будем коннектиться. Вводим пароль. Не знаю, какой это просто... А, free, давайте подключимся, он без пароля идет. Коннектимся. Все, связь есть. Дальше, что нам нужно? Мы получаем интернет автоматически, чтобы все IP-адреса приходили. Все, вторая точка доступа у нас настроена, и интернет уже по кабелю будет заходить в наш домашний роутер и раздавать интернет. Вот такой мой опыт использования беспроводного интернета на базе микротик. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, буду рад вам ответить. С вами был Артем Кошелев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok